2022 год завершился. Чем же он запомнится жителям Славинского района? Давайте подведем его итоги и вспомним наиболее яркие события, произошедшие в городе и поселениях. Начался 2022 с открытия капитально отремонтированного детского сада номер 30 в хуторе Сербин. Здание с полувековой истории было полностью обновлено, благоустроен двор. Для родителей Маевского сельского поселения долгожданное открытие детского сада стало очень радостным событием. Конечно, очень рады, что мы вернулись в наш родной садик. У меня старший сын сюда отходил. Целый год мы были в другом садике и рады, что вернулись в новый обновленный садик. Хорошие игрушки, группу отремонтировали, спальные места отличные. И двор у нас поменялся, стал аккуратный, очень ухоженный. Для жителей Маевского сельского поселения уходящий год запомнится не только открытием отремонтированного детского сада, но и строительством новой детской площадки. По выделены средства и совместно с администрацией поселения площадка была построена. Она получилась компактной, но очень функциональной. Юным жителям небольшого хутора Троицкого теперь есть где погулять. Самые вообще любимые качели детей на всех детских площадках. А у нас их теперь две. Но раньше приходилось из-за них в город ездить и всегда они были заняты. Вы представляете, они теперь будут заняты 24 часа в сутки. Другая площадка у нас тоже очень большая, на ней много тренажеров и качели. И только далеко туда идти с маленьким. А теперь прям красота стала. Сразу две детских площадки были построены в протокском сельском поселении. Одна появилась по улице Садовой хутора Барониковского. Местный ТОС победил в краевом конкурсе по благоустройству и получил за это больше полумиллиона рублей, которые и были потрачены на оборудование детской зоны отдыха. Еще одна современная площадка открылась около сельского дома культуры. Ее строительство стало возможным благодаря краевой программе «Инициативное бюджетирование». Я люблю очень детскую площадку. Нет, лучше этой. Тут и горки, и качели, карусели. Горка очень красивая. Мне нравится детская площадка. Благодаря участию в национальном проекте «Комфортная городская среда» в прошлом году была завершена реконструкция Северного парка. В этом году вторую жизнь получила городская набережная. Сейчас ее просто не узнать. Красивая, современная, удобная. Здесь появилась арочная колоннада, чугунное ограждение, детская площадка, новое зеленение и современное освещение. Были сделаны плиточные тротуары, новая система ливнеотведения, скамьи и урны в едином стиле. Обновленная набережная наверняка станет еще одним излюбленным местом отдыха для славянцев. В течение всего года в городе и поселениях продолжались работы по ремонту дорог и тротуаров. Осуществлялся ямочный ремонт дорожного полотна. Игридирование проблемных участков. Завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Хутор Верхний» база отдыха «Кучегуры» в гравийном исполнении протяженностью более трех километров. Всего было отремонтировано свыше шести с половиной километров дороги к Азовскому морю. В течение всего года на территории поселения осуществлялась работа по очистке и углублению ливнестоков. Коммунальными службами было обследовано состояние всей ливневой системы. Разработаны планы по увеличению ее пропускной способности. Силами МКУ ОСЦ были выполнены следующие работы по реконструкции ливнестоков. Было выполнено 590 погонных метров. Механической очистки ливнестоков и накопителей было выполнено 11665 погонных метров. Промывка труб 5594 погонных метров. Ручной очистки у нас было выполнено 3665. Также была произведена ревизия ремонтных насосных и ремонт насосных станций. На данный момент было заменено 21 насос. Также по улице Пролетарской выполнено строительство нового сбросного канала. В течение всего года продолжалось строительство и ремонт социальных объектов. В станице Петровской началось возведение современного многофункционального спортивного центра. На стадионе в Хуторе-Борониковском выполнен капитальный ремонт здания с тренерскими и раздевалками. Продолжается строительство нового детского сада на 320 мест. Благодаря краевой программе развития культуры начат первый этап капитального ремонта сельского дома культуры в станице Петровской. Завершен ремонт сельского клуба в Хуторе-Сербин. 1 сентября в пятой школе состоялось торжественное открытие капитально отремонтированного дополнительного корпуса на 100 учебных мест, что позволило перевести учебное учреждение на работу в одну смену. Благодаря участию муниципалитетов в государственной программе развития образования проведен капитальный ремонт пищеблока в четырех сельских школах. Вопросы с обеспечением безопасности учреждения образования закрыты практически на 100%. Завершен капитальный ремонт хирургического и травматологического отделений Славянской ЦРБ. Ярким завершением уходящего года стало открытие современного спортивного объекта Центра единоборств «Медведь». 2022 год был непростым, но тем не менее многое удалось сделать. Впереди новые планы и задачи. И пусть новый 2023 год приносит только позитивные перемены.